Была ли взятка? За что задержали депутата Седова? Минпромторг готовится проесть 200 миллиардов рублей. Для кого предлагают ввести продуктовые талоны? В Красноярске открылся музей кино. Как попасть на сеанс архивных кинолент? Потепление до нуля, скользкие дороги и опасные сосунки. Рубрика прогноза МЧС. Добрый вечер. В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. И сейчас обо всем подробно. Дождь и потепление до 0 градусов, обещают синоптики, уже на этих выходных. Завтра воздух прогреется до минус 1. В воскресенье столбик термометра и вовсе доберется до 0 градусов. По данным гидрометцентра, теплая погода продержится до вторника 9 февраля. Со среды 10 февраля похолодает до минус 15. Благоприятное для прогулок февральское потепление может испортить выходные автомобилистам. Федеральное управление автомобильных дорог Байкал предупреждает водителей об осложнении обстановки на федеральных трассах Красноярского края и Республики Хакасия. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. На трассах М53 Байкал и М54 Енисей дорожные службы переходят на усиленный режим работы. Информацию о состоянии этих дорог можно узнать по телефону 265-01-12. По этому же номеру принимают информацию о происшествиях. Линия работает круглосуточно. И еще несколько советов по личной безопасности в нашей рубрике прогнозы МЧС в третьей части выпуска. Пытался скрыться от оперативников, но не смог убежать. Накануне вечером следователи задержали депутата законодательного собрания края Владимира Седова. Информацию об этом новостям ТВК подтвердили в самом ЗАГС-собрании. Народного избранника якобы подозревают сразу в двух преступлениях – вымогательстве и даче взятки. Он должен был получить 15 миллионов рублей, но успел забрать лишь аванс – 4,5 миллиона. Подробности в репортаже Захара Письменных. Эти слова главы Следственного комитета по краю Игоря Напалкова, судя по всему, стали пророческими для депутата законодательного собрания Владимира Седова. Около года назад краевой депутат оказался участником истории со взяткой исполняющим обязанности сети-менеджера Назарова Игорю Сухорукову. Его взяли под стражу, Седов заявил, он пытался вывести чиновника на чистую воду. А глава города Юлия Стрельникова обвинила депутата, избранного от КПРФ, в том, что ООН предлагал ей деньги. Следствие эту информацию не подтвердило, и вот накануне, около 8 часов вечера, народного избранника, по нашей информации, оперативники арестовали. После обыски прошли и в рабочем кабинете краевого депутата. Еще сегодня утром в приемной депутата Седова нам рассказали, что на работе он появлялся, правда, после ушел неизвестно куда. Спустя несколько часов телефон помощницы уже стал недоступен, не отвечал и сам народный избранник, а ближе к 4 часам дверь в кабинет и вовсе оказалась закрыта. Наши источники в правоохранительных органах сообщили, операцию по задержанию депутата проводили сотрудники краевого управления ФСБ. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет по краю. Там лишь сообщили, что Седов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Других подробностей пока нет. Однако уже днем на одном из сайтов известной Красноярской строительной компании появилось сообщение о том, что Седова задержали за вымогательство. Об этом пишет портал дела.ру. Вчера же в 20.00 была завершена спецоперация правоохранительных органов, которая длилась несколько месяцев. Задержали депутата законодательного собрания Владимира Седова. За решение искусственно создаваемых им же проблем он требовал от застройщикам многомиллионные суммы. Напомню, что депутат Седов пришел в ЗАГС собрание как член коммунистической партии и в прошлом году был из нее исключен. Официальные документы о задержании в законодательное собрание сегодня не поступали. Заместитель председателя краевого парламента Алексей Клишко рассказал новостям ТВК, что участие его коллег в расследовании сейчас не требуется. Депутаты теперь не имеют неприкосновенности, а это дело, если оно будет заведено, будет отличаться только тем, что обвинительное заключение сможет вынести только глава Следственного комитета. Все для того, чтобы в деле не было политического подтекста. В целом позиция государственных органов государственной власти края такая же, как и ранее, когда предъявлялись обвинения в адрес министров Красноярского края и иных должностных лиц, не должно быть неприкасаемых. Никакие погоны не должны спасать, не давать никакую индульгенцию. И в этом смысле правоохранительные органы должны обеспечить непредвзятое, справедливое и честное расследование. А еще, судя по всему, расследование будет громким. Это первый в новейшей истории края случай, когда действующего депутата задерживают при получении взятки. По некоторой информации, Седов мог получить 4,5 миллиона рублей. Однако наши источники подчеркивают, что вряд ли Седова могли обвинить в коррупции. Фактически полномочий у депутата решать конкретные вопросы нет, поэтому, вероятно, дело может быть переквалифицировано в статью мошенничества. Захар Письменных, Сергей Березовский, Новости ТВК. Почти 2 миллиона рублей на командировки. Именно такую сумму потратила администрация Красноярска на деловые перелеты за 2015 год, в том числе перелеты бизнес-классом. В мэрии новостям ТВК сегодня предоставили точные цифры. 26 командировок сотрудников городской администрации обошлись бюджету Красноярска в 1 миллион 944 тысячи рублей. По уставу перелеты, проживания, суточные и прочие расходы оплачиваются для главы города, его первых заместителей и руководителей департамента главы города. То есть Эдхам Акбулатов, Андрей Игнатенко и Игорь Титенков могут летать бизнес-классом. Муниципальные служащие органов и территориальных подразделений довольствуются экономом. Напомню, вопрос отмены перелетов бизнес-классом за счет бюджетных средств поставили краевые депутаты. По мнению народных избранников, во время кризиса служащие могут без особого ущерба воспользоваться экономом и стать поближе к народу. В частности, бурное обсуждение вызвала командировка краевого министра культуры Елены Мироненко, которая сейчас находится с деловым визитом в Париже. Поездка обошлась бюджету приблизительно в 220 тысяч рублей. Красноярских пассажиров перевозил маршрутный автобус с поддельными номерами и подложными документами. Перевозчика уличили в махинациях дорожные полицейские. Госномер одного автобуса был прикручен на другой. Документы не соответствовали транспортному средству. Факт обнаружили инспекторы Красноярского полка ДПС во время рейда. Нарушителю грозит лишение водительских прав на срок до одного года. В отношении руководства компании-перевозчика проводят проверку. Тогда будет понятно, с какой конкретно целью перевозчик пошел на эти меры. Кстати, красноярцы могут принять участие в голосовании за самый небезопасный маршрут. Такое голосование запустили госавтоинспекторы на сайте социальной сети ВКонтакте в официальной группе ГИБДД24. Цель – выявить самых недобросовестных перевозчиков. Но интересно, что в списке обозначены только маршруты с самой большой протяженностью. И через 45 секунд в новостях ТВК расскажем, когда начнет работать независимая передвижная эколаборатория и какое подорожание пойдет на пользу потребителям. Не переключайтесь. Мы продолжаем выпуск. В Смоге над Красноярском виноваты лица без определенного места жительства, которые разводят костры на свалках. Такое мнение сегодня выдвинули представители Краевого министерства природных ресурсов и экологии. Тем временем возбуждено уголовное дело по факту горящих отходов бывшего целлюлозно-бумажного комбината. И вскоре в городе заработает независимая передвижная лаборатория, которая покажет, чем мы дышим. Свежие экологические новости в сюжете Василиса Лукашевич. Так тихо и стабильно горят отходы заброшенного целлюлозно-бумажного комбината в Красноярске с сентября 2015-го. В феврале полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения атмосферы. Спустя полгода. Анализ показал, концентрация опасных веществ, например, на улице Рейдовая, превышена вдвое, значит, действительно есть угроза здоровью жителей Ленинского района. Если дело доведут до конца, отвечать придется руководству комбината, несмотря на то, что предприятие не работает. Режим неблагоприятных метеоусловий не отпускал Красноярск в течение месяца. Сегодня этот вопрос обсуждали представители надзорных ведомств. Краткий пересказ двухчасового заседания сводится к следующему. Крупные предприятия ИТЭЦ молодцы. Во время режима «Черного неба» соблюдали предписания, хотя, в общем-то, не обязаны. Источниками гари и смога являются городские свалки и их гости, вывели предположения представители Министерства природных ресурсов и экологии края. Это места сжигания шин, обжиг кабелей, горения отходов. При этом не надо считать, что это делают добросовестные граждане. Это в том числе и лица безнадлежащего проживания. То есть лица, те, которые путем разжигания данных отходов согреваются. Сравнить выбросы от горящих свалок с выбросами, например, ТЭЦ можно будет через пару недель. По крайней мере, в течение такого срока в Красноярск обещают запустить ту самую лабораторию, которую городские власти купили больше года назад за 5 миллионов рублей. Лабораторию берет в аренду общественная организация экологов. Напрямую депутаты и чиновники работать с приобретением не могут. Мы не можем это сделать из городского бюджета не потому, что у нас на это нет денег, а потому, что это будет нецелевое расходование средств. Поэтому мы вынуждены прибегать к такому юридическому механизму, к механизму работы через общественную организацию. Но, как я уже сказал, такая общественная организация есть. В последние дни новости на экологическую тему появляются в Красноярске словно из рога изобилия. Это означает или то, что на проблему, наконец, обратили внимание, или то, что до выборов в Госдуму и Заксобрания осталось полгода, говорят политологи. И в том, и в другом случае до реального решения проблемы еще очень далеко. Василий Солкашевич, Владимир Антонов, Сергей Березовский. Новости ТВК. Обещанного полгода ждет. Красноярский предприниматель Олег Павлов с сентября 2015 года не может дождаться оплаты своих услуг. В августе он заключил договор с администрацией Турханского района по поставке продуктов в школы и детские сады Турханска. Однако до сих пор не получил за это деньги. На сегодняшний день задолженность составляет около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Красноярец уже обратился в прокуратуру Турханского района, но намерен идти дальше, подавать в суд. Ведь клиент до сих пор не может даже точно ответить на вопрос, когда выполнит договорные обязательства. У меня страдает бизнес, у меня, соответственно, страдают люди, которые работают у меня, да. У меня страдают поставщики, которым я должен заплатить деньги. Ну, мы все тут как бы связаны в одной упряжке. Об стену бьемся, наше руководство страны говорит, надо помогать малому и среднему бизнесу. А в результате администрации все вот эти вот чиновники, они просто на это, на все наплевали. Причину отстрочки в администрации Турханского района новостям ТВК сегодня пояснить не смогли. Только отметили, что вопрос о выплате будет рассмотрен на очередном заседании бюджетной комиссии. И продолжаем выпуск. На карту раз в месяц зачисляют бонусы или баллы, и можно будет рассчитываться при покупке местных продуктов. Фруктов, молока, рыбы. В общем, ассортимент продуктов, который не хранится долго, чтобы стимулировать людей к потреблению. Аналогичная система давно существует в Америке, где ежемесячно незащищенные слои граждан получают пособие в 134 доллара. В переводе на рубли сейчас это 10 тысяч. В России систему талонов на еду тестировали на примере Ульяновска, где 150 человек могли отовариваться в одном магазине на сумму в 1000 рублей ежемесячно. Принятие карточной системы на территории всей страны пока находится в стадии обсуждения. Ну и ваше мнение по поводу продуктовых карточек мы готовы выслушать сегодня в 20.45. Будет ли такая мера эффективна? Воспользовались ли вы бы такой поддержкой? Или считаете, что лучше малоимущим помогать как-то по-другому, например, деньгами? Телефон прямого эфира 265-45-00. И также ждем сообщений на номер 9020. Напомню, вначале пометка ТВК, затем пробел и текст. Вредные продукты могут подорожать. В правительстве обсуждают предложение Минздрава ввести акцизы на товары с повышенным содержанием жира и сахара. Об этом Интерфаксу заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. В список могут попасть пальмовое масло, газировка и чипсы, а также электронные сигареты. О том, что правительство может расширить перечень подакцизных товаров, ранее сообщили ведомости. Таким образом, Кабинет министров предлагает увеличить доходы федерального бюджета. Насколько пополнится казна, неясно, точных расчетов еще нет. Однако чиновники уверены, что нововведение благоприятно отразится не только на российском бюджете, но и на здоровье граждан. Например, производство продуктов с малополезным пальмовым маслом станет вообще нерентабельным. Вот как новую инициативу прокомментировал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Цитата. Я поддерживаю в целом здоровый образ жизни и, соответственно, любые вредные продукты, которые человек потребляет, не добавляют никакой пользы. Если на этот сорт продуктов будут вводиться какие-то дополнительные сборы, что будет стимулировать население покупать более полезные продукты, в этом ничего плохого нет. Конец цитаты. Сегодня волонтер, завтра полноправный участник форума. Как Красноярский экономический форум может помочь найти свое призвание? И почему волонтерство становится все популярнее среди молодежи? Расскажем в сюжете далее. Ну что ж, добрый вечер, друзья. Школа волонтеров Красноярского экономического форума. Пятое занятие. Рад вас приветствовать. Больше двух тысяч человек. Именно столько волонтеров приняло участие в форуме за шесть лет. Многие из них сделали этот опыт ежегодным. Например, Анастасия. Ее по праву можно назвать волонтером-ветераном. Она помогала в организации пяти КЭФов с 2010 года. Девушка буквально прошла путь от стойки аккредитации до руководства сразу над несколькими направлениями на форуме. Работа там, она позволяет научиться взаимодействовать абсолютно со всеми людьми. И именно находить к ним подход. Там режим многозадачности. И нужно очень быстро принимать решения и правильные решения. И зачастую бывает так, что посоветоваться не с кем. Сейчас Настя руководит несколькими проектами. Например, в студии фото и видеомонтажа. Работает в кулинарной школе. Помогает в продвижении некоторых сайтов. По словам девушки, все умения, приобретенные на форуме, она сейчас воплощает на практике. В этом году бесплатно помогать в организации форума будут 280 человек. В основном это школьники и студенты. Например, Полина, студентка первого курса экономического факультета. Для будущего экономиста это важно разбираться в тех вещах, которые актуальны сейчас. И будут актуальны дальше некоторое время вперед. Так что в профессиональном плане это также полезно. К слову, возрастная категория здесь ограничена лишь с одной стороны. Стать волонтером на КЭФе можно уже 16 лет. Других пределов нет. Поэтому на тренинги ходят и более взрослые красноярцы. Я, как видите, дама в серебряном возрасте. И в этом возрасте очень не хотелось бы оказаться на диване, в домашнем только кругу. Не хочется себя отдавать, делать добрые дела. До начала форума осталось меньше двух недель. Это значит, что за такое короткое время организаторам предстоит провести тестирование и выбрать лучших из лучших. Именно они и станут лицами 16-го Красноярского экономического форума. Елизавета Курочкина, Андрей Сенченко. Новости ТВК. Постреволюционный киноаппарад. Первые советские сеансы. Нон-стоп и уникальные киноафиши. В Красноярске появится свой музей кино. Его открывают на базе краевого кинографа. Юрий Мавшевич ознакомился с первыми экспонатами и готова приоткрыть закадровые тайны выставки. Десяток бобин умещает только один фильм, а в красноярском кинографе их 10 тысяч. И эта коллекция станет частью музея кино. Теперь представьте, как ее создавали. Сотрудники Енисей кино выкупали купе поезда Москва-Красноярск и забивали пленки под самый потолок. Так в город привезли копию фильма «Легенда о Нараяме». С нее в 80-х годах в Красноярске началась эра ночных нон-стопов. Сеансы шли и в 6 утра, и в 2 ночи, и в 3 ночи. Причем ажиотаж был такой, что приходилось работать одной копией на два кинотеатра. Когда проходили первые две копии, на такси они везли фильм в кинотеатр «Родина». Потом они показывались «Родина» и уже из «Родины» возвращались в луч. И вот так две машины курсировали всю ночь и возили этот фильм. В год кино в Красноярске принято решение открыть свой музей кино. И будет он размещаться здесь, в красноярском кинографе, где экспонаты — это уже предмет работы или интерьера. «Под каждый фильм рисовалась своя афиша. В каждом кинотеатре был художник, здесь даже видно карандашиком отчерчено, все вручную нарисовано. Рисовалось гуашью. После окончания фильма это все смывалось. Как сохранилась эта афиша, в общем-то, непонятно». В будущем музее кино уже появилась линейка кинопроекторов. Это 1918 года, постреволюционный. А с этого до 2011-го показывали фильмы в эпицентре. А их советские прообразы из сельских клубов были удостоены знака качества в виде почетного пятиугольника. В советское время этот зал предназначался для предпремьерного просмотра. Сюда приходили директора кинотеатров и директора сетей, чтобы отсмотреть фильм перед тем, как запустить его в широкий прокат по Красноярскому краю. Теперь это единственное место в городе, где можно посмотреть кино с пленки. И скоро такие сеансы будут доступны для всех красноярцев. Учитывая, что в Красноярске больше не работает с пленкой, теперь посмотреть, как заряжает аппарат, можно только здесь. Киномеханик Марат Михайлович тоже своего рода человек-экспонат. Он не только объяснит тонкости процесса, но и расскажет массу истории о профессии. У нас же даже были такие специальные удлиненные киносеансы, когда мы должны были за дополнительные 10 копеек показывать 4 части хроники. То есть 40 минут хроники перед началом художественного фильма. А хроника была разная, значит она была посвящена решениям партии правительства. Красноярцев тоже призывает пополнить коллекцию выставки музея кино, которые должны оформить и открыть до конца февраля. Велима Афшевич, Николай Чистяков, Новости ТВК. Через 1 минуту и 40 секунд в новостях ТВК расскажем, почему в караоке теперь поют оперные певцы, и когда придется снизить скорость и водителям, и пешеходам. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. 6 лет лишения свободы получил житель поселка Ермолаево из Красноярского края за содействие террористической деятельности. Приговор вынесла выездная коллегия судей Московского окружного военного суда. Об этом сегодня сообщают в управлении ФСБ по краю. Напомню, новости ТВК рассказывали про Сергея Шаманаева, 86-го года рождения. Он передал деньги одному из жителей Красноярска, который, по информации ФСБ, отправился в Сирию, для того, чтобы вступить в террористическую организацию ИГИЛ, запрещенную на территории России. Все необходимые доказательства вины Шаманаева были собраны. Следователи ФСБ доказали, что деньги мужчина действительно передал потенциальному террористу. Злоумышленник был осужден и получил 6 лет лишения свободы в колонии особого режима. В ФСБ подчеркивают, что террористы все чаще прикрываются религией и пытаются заманить все больше людей в свои ряды. Для того, чтобы этого не допустить, необходимо внимательно относиться к окружающим. Зачастую лица, вставшие на этот преступный путь, попадают под вербовочную деятельность идеологов ахабизма. И в силу тех или иных обстоятельств, в итоге становятся пособниками террористов, экстремистов. Как правило, это люди с несформировавшимися взглядами на жизнь, с битыми ценностными ориентирами. Здесь очень важную профилактическую роль играет окружение этих людей. То есть семья, близкие, друзья, которые вовремя могут заметить те или иные изменения. И вновь к событиям мирным, где завтра откроется новый каток и у каких трамвайных маршрутов изменится схема движения. Об этом в рубрике «Потребительские новости». Завтра два трамвайных маршрута будут ездить по новой схеме движения с 9 утра и до 14.00 на улице Говорова вдоль трамвайных путей собираются обрезать деревья. Поэтому трамвай номер 5 будет следовать от предмостной площади по Мичурино-Щерство 60 лет октября и возвращаться на предмостную. А трамвайный маршрут номер 6 от предмостной поедет по Матросово 60 лет октября. Щерство-Мичурино, именуя проспект Красноярский рабочий, вернется на предмостную площадь. Схема движения трамвайных маршрутов номер 4 и 7 не изменится. Завтра, 6 февраля, на правом берегу откроется еще один каток. Новая площадка заработает в 5 часов вечера по адресу Павлова, 21 в парке на Каменке. Организаторы обещают бесплатные напитки для гостей, отдельную зону для фотографий и музыку от красноярского диджея. Вход на каток 6 февраля будет бесплатным, только коньки нужно взять с собой. Проката на территории ледовой площадки не будет. В 20.45 сегодня со зрителями обсуждаем введение продуктовых карточек. Будет ли такая мера эффективна? Воспользовались ли вы бы такой поддержкой? Или считаете, что малоимущим лучше помогать как-то по-другому, например, деньгами? Телефон прямого эфира 265-45-00. И ждем сообщений на номер 9020. Вначале пометка ТВК, затем пробел и текст. Битва оперных певцов не на жизнь, а на оперу. Именно под таким лозунгом накануне состоялся первый в Красноярске оперный батл. На сцену караоке-клуба вышли не просто любители музыки, а настоящие профессионалы своего дела. Лауреаты международных конкурсов и одни из лучших солистов театра оперы и балета. Главная цель, по словам организаторов, заинтересовать молодежь оперой и театром. Как проходил конкурс, предлагаем посмотреть без комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Когда возникла эта идея провести подобное мероприятие, и нетрадиционным и абсолютно каким-то новым способом продвигать столь серьезное искусство, какое является оперное искусство, то предложив это нашим исполнителям, я вам скажу, что мы отказа не увидели. Наш выпуск продолжает рубрика прогнозы МЧС. На связи со студией из оперативного центра заместитель руководителя главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Валерий Ильич, добрый вечер, вам слово. Из-за перепадов погоды метеозависимые люди рекомендуем держать под рукой необходимое лекарство. Вместе с тем, на предстоящей неделе, 7 и 8 февраля, предполагается магнитное возмущение. До 4 баллов включительно. Поэтому будьте осторожны. Конечно же, в связи с потеплением, в связи с оттепелями, мы ожидаем, на крышах домов могут появиться сосульки. Проходя мимо дома, смотрите наверх. Если увидите нависающий лед, обойдите это место. Не паркуйте автомобили близко к стенам жилых домов. Но и самое главное, хотел бы предупредить красноярцев о том, что эпидемический порог края по гриппу уже превышен на 60%. За последствующие недели мы от учреждения с признаками инспираторных заболеваний гриппом обратились почти 20 тысяч жителей края, что на 67% больше, чем на предыдущую неделю. За неделю превышение эпидемический порога в Загестине на трех городах – Красноярск, Минусинск, Зоозерка. В восьми районах – Саянский, Партизанский, Ермаковский, Минусинский, Бельюкский, Балахтинский, Туруханский и Венкийский. Поэтому, уважаемые красноярцы, будьте крайне осторожны. Хотел бы предупредить о том, что в 74 субъектах Российской Федерации превышен эпидемический порог. В крае выделяется 16,3% от всего вируса 1Н1. Ну и кроме того, хотел бы предупредить любителей рыбной лови, несмотря на тепло, соблюдайте осторожность. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы из Николинича и Венчанки на канале ТВК. До свидания. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем информационное вещание и сейчас готовы к общению с телезрителями. По поводу продуктовых карточек, которые планируют в 2017 году ввести Минпромторг для поддержки малоимущих. Для того, чтобы по этим талонам приобретать продукты исключительно местного производства. У нас есть звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я, например, вот за эти талоны. Очень мило, очень хорошо. Я бы получила этот талончик, я в любое время сходила бы и отоварилась. Я не против за талоны. То есть вы считаете, что это поможет малоимущим? Конечно. Все-таки это талон, если будет на полторы тысячи, представьте себе, это очень хорошая помощь. Это очень хорошая малоимущая. Я, например, за. Спасибо большое. Мнение за. И еще один телезритель позвонил к нам в эфир. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Вот политика партии и правительства соответствующая, лоббистская. Чтобы плохие продукты покупали пенсионеры, и кто получает низкую зарплату. Карточки в США давно действуют. Но там продукты хорошие. Я уже посчитал. 300 миллиардов рублей в год, если выделить. Это получается 6 тысяч рублей в год и 500 рублей в месяц. Ну, это что, за плохие продукты. Это кто-то проталкивает, чтобы быстрее... Кто будет в прибыли? Значит, это кто эти продукты плохие производит и продает. То есть не верите в эту систему? А строительские организации раз в три года проверяют все эти магазины. Ух, что, закон такой. Спасибо. Полярное мнение у наших зрителей. И, кстати, в смс-сообщениях тоже есть такое мнение, что по карточкам, как пишут здесь, цитируют, толкнут всю просрочку. Карточки были, а толку нет. Надо нашим сельчанам деньги компенсировать, но не за гнилую продукцию. Но вот почему-то думают, что продукция будет плохая. Еще один звонок. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Оленька, я вот послушала эти карточки. Ничего страшного и крамольного нет. Честное слово, после войны мы жили по карточкам. И при Ельцине. И сейчас проживем. Я думаю, это будет большая помощь малым ущем. Потому что это будет стабильно и постоянно. И не надо будет этим нашим старушкам стоять на углу с протянутой рукой, чтобы собрать на булку хлеба. Подождите, а если этим старушкам... Это же не для всей страны, не для всего города. Это вот только тем, чтобы помочь людей поддержать. Я думаю, это временно. Это можно пережить, это не страшно. Да понятно, но а если этим старушкам выдать деньгами и не тратить деньги на то, чтобы печатать талоны? Я тоже это так подумала. Понимаешь, дадут деньги, а маманька пойдет, купит пиво и сигареты. И забудет про хреб. А дедушка тем более побежит в другой отдел. Поэтому или в магазине отдел отделить, или какой-то павильончик специализированный. И честное слово, посмотришь, все будет нормально. Вот как, понятно. То есть это деньги целевые, это хорошо. Еще одно мнение выслушаем от зрителя. Добрый вечер, говорите. Алло. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Валентина Николаевна. Я как раз работала в магазине, когда были талоны введены. Вы знаете, мы за сутки продавали по 5 тонн сахара, по 5 тонн муки. У нас из рук выхватывали хлеб, масло, конфеты. А конфеты вот этого Дунькина Радость, которую называли, это подушечки. Это вообще, чек, было кошмар. Талоны продавали продавцам. Обыкновенные талоны на хлеб, чтобы бутылку водки купить. Вот представьте, что это будет сейчас, если введу. А это вы говорите про талоны какие, которые были в конце 80-х, начале 90-х? Да, да, да. Ну, время было, подождите, время было другое, и был такой ощутимый продуктовый дефицит. Вы думаете, что-то изменится? Да ничего не изменится. Вот так. Что ж, спасибо большое. Еще один телезритель готов высказать свое мнение в эфире. Добрый вечер, мы вас слушаем. Это я? Это вы им говорите. Я так думаю, что, может быть, добавить немножко денег и сделать приличную пенсию. Не говорим, конечно, европейскую, американскую. Но хотя бы приличную пенсию. И пошел бы народ и купил, что хотел. А то на войну мы находим деньги, а на копеечки пенсионерам и людям на зарплату. И уже убиваем друг друга. И врачи убивают людей. С ума сходит страна. Вы чего, ребята, сколько можно? Еще сейчас какие-то карточки будем давать. Вообще в древний век спустимся. Спасибо большое. Спасибо большое. Минута полезной информации. Мы продолжим. Я напомню, телефон прямого эфира 265-45-00. Мы продолжаем выслушивать мнение зрителей по поводу возможного введения продуктовых карточек для малоимущих. У нас есть звонок на связи. Добрый вечер. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Надежда. Я бы хотела просто сказать, что я считаю, что это просто очередная утка. Опять для того, чтобы отмывать деньги. Если бы на самом деле государство думало бы о нашем народе, то они бы не уничтожали те продукты санкционные, а раздавали бы их малоимущим. Это просто опять же идет для отмытия денег. Это на самом деле будет продвижение некачественного товара. Вот и все. И сами вот вам ответ, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо большое за этот звонок. Еще один зритель на связи. Добрый вечер. Говорите. Добрый вечер. Меня зовут Житлана Николаевна. Знаете, я вот поддерживаю эти карточки. Сколько нуждающих людей голодает. Я инвалид второй группы, но я не считаю себя, что я голодаю. Я кушаю. Я думаю, что люди хуже живут. А что некачественный товар, так, извините, его и сейчас продают некачественный товар. Во всех магазинах и на улицах города продают некачественный товар. Так что вот эта женщина не права, что впереди меня. Я всю жизнь пользовалась. Я мама-одиночка. Я всегда обращалась в соцзащиту. Я сирота с детства. Мне всегда помогала соцзащита. И давали карточки, и деньги давали. И была большая помощь от них. Что я в этом ничего плохого не вижу. Что будет мама-одиночка. Или одинокий пенсионер. Хорошо. Понятно. Спасибо большое. Но, видимо, карточки будут выдавать тому, кто этого действительно хочет. Еще один звонок в нашу студию. Добрый вечер. Говорите. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Меня зовут Светлана. Очень приятно. Вы, Светлана, воспользовались ли бы вот такими картами? Нет. Почему? Ну, потому что я считаю, что это отмывание денег. Каким образом? Ну, или некачественный товар будут опять пропихивать. Ну, то есть не верите, что цели благие у нашего правительства? Нет. Я не верю. Понятно. Спасибо большое. Очень много СМС-сообщений у нас пришло. Я думаю, что успею их зачитать. Еще один звонок. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, это Нина Тимофеевна. Я вот что хочу сказать. Женщина тут говорила приличную пенсию. Как она это понимает? Например, я отработала 40 лет, я считаю, я приличную пенсию получаю. А если кто не работал, тогда. И вот, в отношении талонов и в отношении наличными выдать деньги. Потому что наличные деньги, как система у стариков-то дети эти стоят, отбирают. Вот еще что. А во-вторых, есть родители-то, которые пьющие. Детей полно, голодные, холодные сидят. А они получат деньги, эти деньги пропьют и все. Ну, они также и еду эту смогут проесть. Но, видимо, не все так гладко с этими картами. Как мы видим, есть проблемы. И очень много сообщений. Вот что пишут зрители нашего СМС-сервиса. Может, землю бесплатно раздавать в пользование для садоводства и отслеживать целевое использование. Огород всегда кормил. А про Америку. Опять же, в сравнении, в Америке пособие 134 доллара на человека в месяц. Это примерно 10 тысяч, как мы говорили в эфире. В России тысяча на человека в месяц. Видимо, мы не люди. Вопрос, что можно взять на 10 тысяч и что можно взять на тысячу, скорее риторически правительству не понять. Нужно, как уже говорили, сделать нормальную пенсию. И целый ряд СМС, где зрители пишут, что были бы рады помощи вот по таким карточкам для мам одиноких и для одиноких пенсионеров. К этому часу все новости подготовлены службой информации и телекомпании ТВК. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин